Теперь уже новый дизайнер в новом месте в магазине мне пытается сделать мою кухню посимпатичнее. Вот у него программа здесь, вы видите, да? И вы знаете, теперь уже мы с ним вместе сидим, я ему говорю, что я хочу. И вот сегодня я вам покажу, что из этого в конце концов вышло. Всем привет, друзья! Сегодня я показываю снова вам свой замечательный дом и хочу рассказать вам продолжение истории. Вы знаете, история о том, как я решила переоборудовать свою кухню, и многие просят меня показать продолжение. Так вот, я сегодня и покажу вам продолжение. Но вначале я хочу показать вам фасад нашего дома, может быть, кто-то не видел. И главное, конечно, хочу отметить то, что наш дом весь стоит в лесах. Я уже вам как-то показывала, что леса эти установили еще, наверное, месяц назад, если не больше. И вот пока никакого движения. Хотя дом требует капитального ремонта, вот вроде начали что-то делать, но каждый шаг очень происходит медленно. Одна радость только в том, что мы нашли дешевле тех работников, которые нам здесь сделают крышу, и те, которые установили вот эти вот леса, тоже установили нам сравнительно дешевле. И, в общем-то, конечно, в этом мы выиграли. Это сами жильцы нашли. И, в частности, один из наших жильцов, молодой парень, который сам занимается ремонтом домов, он решил принять участие живое. И, кстати, вот показываю вам вот эту вот новую стену. Посмотрите. Она была у нас здесь очень несимпатичная. Так, сейчас автобус подождем. Я перейду на ту сторону. Что-то у нас сегодня, наверное, потому что воскресенье. Такое движение. Вот я показываю вам старую стену, как она выглядела. Видите, справа. И слева это то, что наш сосед все здесь переделал. То есть он убрал старую стену, которая тут пузом торчала, и вот такую вот красивенькую новую построил. Не помню, показывала я вам или нет, но вот показываю опять. И опять же, понимаете, вот больше двух месяцев прошло. Все еще до конца не доделано. Он нам обещал сделать и вход тоже красивый здесь. И здесь бы нам бы даже можно было каких-то красивых поставить, знаете, львов при входе, но уже не до хорошего, как говорится. Вы видите, что справа мы убрали, здесь у нас были мусорные баки. Справа вот здесь. И все это сейчас убрано. Вот это вот клумба немножечко, видите, моя, да? Остатки былой роскоши. Я ей практически не занимаюсь. Вот розы только у меня тут остались. Розы, кактусы. Ну и так, что еще с древних времен растет. Но мы договорились с моей соседкой, что мы этим обязательно займемся, как только здесь все это будет переделано, отремонтировано, понимаете, приведено в порядок. И тогда мы здесь насадим красивых цветов, сделаем клумбы и заживем. А калитка, которая должна быть установлена, все еще стоит вот здесь непрекаянная. Ну и сейчас вам покажу, куда перенесли эти баки для мусора. Вот сюда. В принципе, здесь им самое место. И, в общем, получилось, что мы освободили и убрали эти страшные баки отсюда. Ну, вот так. Немножко показала вам, что у нас здесь происходит. Будем ждать, когда отремонтируют крышу, сколько нам это будет стоить, пока мы ничего не знаем толком. Ну, еще, коротенечко, хочу вам показать одну маленькую историю и рассказать. Вот, посмотрите, это моя соседка снизу. Вот как раз там я вам показывала территорию, где у нее очень красиво сейчас там все. И вот все это делает она сама. Зовут ее Вив. Она живет в Лондоне основную часть времени. А сюда она приезжает на каникулы. Вот эту квартиру она себе купила, как holiday home. И вот, посмотрите, она сама установливает вот эти бордюры. То есть она как раз коренная англичанка, которая, работая в Лондоне, главным бухгалтером зарабатывает очень хорошие деньги. Она позволила себе, смогла позволить себе купить эту квартиру здесь. Еще одну, имея уже одну квартиру в Лондоне, да? То есть вы понимаете, у женщины очень хороший достаток. И тем не менее, вот она сама устанавливает тяжелющие эти камни-бордюры, сделает себе все сама в этом садике. И ей этот процесс очень нравится. Помните, тоже я вам рассказывала, она белье приезжает стирать сюда, потому что в Лондоне она не может его нормально на улице просушить. Вот посмотрите, как она здесь чудесно все сделала. Вот это уже она установила. Видите, бордюр огородила свою площадочку для машин. И вот здесь вот это все она сама сделала. И лавочку эту она устанавливала. Так вот, я к чему это вам все говорю? Что именно коренные англичане так и живут. И в таких домах, старых викторианских, они и живут. И у нее в квартире то же самое. Вот эти вот камины оставлены, мраморные остовы каминов. И такая же, я извиняюсь, у нее плесень по углам. Она приходила, жаловалась и спрашивала, такие же у меня проблемы или нет. Ну вот, она старается с этим всем бороться. Но об этом мы с вами поговорим как-нибудь после. Я вам расскажу, если надумаю. А сейчас вот как раз о кухнях. Я хочу вам показать магазины B&Q. Это магазин специализированный. Специализируется на кухнях и ванных комнатах. И вот у них показаны вот такие вот макеты готовых кухонь. Вы приходите, заказываете, делает вам точно так же дизайнер здесь дизайн. И потом они устанавливают все сами, привозят, все для вас там подключают, все, что нужно. Вот давайте мы с вами посмотрим. Вот это вот первая такая кухня я показываю. Я, наверное, объяснять не буду. Все на экране, все вы видите. Я даже постаралась вам все цены показать. Ну, если непонятно кому-то, вот это вот холодильник такой встроенный. Даже не поймешь, с какой стороны у него ручка открывается. Вот видите, этот холодильник называется fridge, freezer. То есть холодильник с морозильной камерой. 70 на 30 процентов считается вот такая вот. Морозилка 30 процентов и 70 холодильник. Что-то не закрывается дверца. Так, смотрим дальше. Такой нежно-серый цвет. Ну, здесь всякие приспособления, полочки и все остальное. Так, значит, я по ходу... Вы смотрите то, что я вам показываю. Я по ходу вам объясню и расскажу. В общем, мы приехали сюда, нам посоветовали. После наших неудачных мытарств. Ко мне приехал же мой друг, вы знаете, я рассказывала, по-моему, вам, что он решил мне помочь. Ну, во-первых, может быть, как мужчина там он лучше что-то такое знает, как что подключается. Да и вообще, как говорят, одна голова хорошо, а две лучше, да? Ну, и я сейчас вам в этом видео покажу несколько вариантов кухонь. И, наверное, тоже вы посмотрите и, может быть, что-то выберете для себя. А я для себя одну из этих кухонь уже выбрала. По ходу вам расскажу и покажу. Кстати, вот это мне очень понравилось. Посмотрите, это так. Здесь спрятаны для мусора контейнеры. Очень удачно все зашито, спрятано, ничего не видно. Мне кажется, очень удачная задумка прятать мусор, чтобы не видно было. Следующий дизайн кухни смотрим. Я немножко вам тут поясняю, но вы, наверное, сами все видите. Вот эта вот мойка, установленная на островке, мне вообще не понравилась. То есть вы будете бегать именно на этот островок посредине кухни, чтобы что-то помыть. Так, здесь опять холодильник. Вот холодильники эти зашитые, они все у них 70 на 30, как я объяснила. Но вы знаете, насколько они дорогие, потому что сам холодильник, если хорошая модель, он уже вам будет стоить где-то порядка 600, от 600 до 1000 фунтов, скажем так. И еще зашивка будет стоить 300-500 фунтов. То есть полторы тысячи только за холодильник. Да, и, кстати, я показала вам индукционную варочную панель. Вы видели, да? 899, вон она наверху. 899 фунтов. Умножайте на 100 и узнаете, сколько это будет в рублях. Но очень дорого. И потом для нее нужен какой-то отдельный еще провод электрический. Смотрим дальше. Вот это мне непонятно. Вот смотрите. Почему-то вот так открываешь, как дверцу, и потом там зашиты ящики. Для чего они так сделали? Очень неудобно, на мой взгляд. Ну, это обычные полочки навесные здесь. Видите, цвет называется Неви. И здесь везде висят вот эти планы кухни, именно которые мы смотрим. Везде они разные. Но везде примерно одинаковое количество секций, а именно 8. И вот там дальше можно остановиться. Если кому-то интересно, остановитесь и посмотрите все там объяснения, что включено. И примерная стоимость вот таких вот кухонь из 8 секций, включая все бытовые приборы, Оно вам будет стоить от 12 до 16 тысяч фунтов. Ну, то есть, если сразу грубо переводить в рубли, то это 1 миллион 500 тысяч рублей. Вот такая кухня, пожалуйста, вам. И вы же понимаете, что, например, за 1 миллион 500 тысяч рублей можно где-то даже квартиру купить в России. Так, ну вот смотрите, еще я вам показываю очень интересная вещь. Это вот такой вот угловой встроенный шкафчик, или как сказать, ну, в общем, полочки такие. Они крутятся, вы видите, да? Верхняя и нижняя секция, пожалуйста. Сколько они стоят, посмотрите здесь. По-моему, 400, что ли, я не увидела. Вот. Ну, очень удобная. И, кстати, мне почему понравилась, потому что у меня именно такая, если кто-то помнит, у меня есть островок, и там вот этот вот угол у меня точно такой же. И сначала я его хотела именно так и сделать. Но я вам попозже объясню. Вот сейчас показываю вам холодильник встроенный. Вот это еще. Вы знаете, кажется, казалось мне сначала, что он маленький, неудобный, вот туда подлазить под него мы не привыкли. Но, тем не менее, сейчас я уже склоняюсь к тому, что, может быть, даже и лучше мне одной вот такой вот холодильник сделать под столешницей. Вполне, очень даже неплохо. Ну, здесь такие интересные открывающиеся наверх дверцы у шкафчика. Вообще, надо сказать, что вот эта кухня, которую я сейчас показываю, она мне очень понравилась. Очень компактная, как вы видите, да? и вполне себе удобная. Мне понравилась именно эта кухня. Вот я вам показываю, смотрите, 458 фунтов. Вот такая вот верхняя столешница или как она здесь называется, ворктоп. И говорят, что вот опять этот цвет под дерево модный. Он вернулся снова. Ну и еще одну кухню я вам показываю, друзья. Белый верх, черный низ у нее. Здесь уже газовая наверху, видите, варочная панель. Ну и все, конечно, здорово и классно. Вот как только разместить все эти кухни у себя. Вот опять я вам показываю встроенный холодильник. Он, хотя здесь немножко и поменьше. Я имею в виду холодильник под столешницей. Я сейчас как бы думаю, может быть, мне действительно перейти на этот маленький холодильник под столешницей. Потому что он, во-первых, и стоит, видели, порядка 400 фунтов. И вполне, наверное, хватит для меня одной. А вот еще одна вот такая вот угловая встроенная тумбочка, или как ее назвать, и 254 фунта стоит вот эти вот опять выдвижные полочки у нее. Так, это я опять показываю вам варочную поверхность, как она выглядит. Обычные навесные шкафчики, друзья. Как вам белый цвет? Еще мне понравились навесные шкафчики здесь в одну сторону. Посмотрите, открывается. Ну и показываю вам опять вот этот план. Кому интересно, остановитесь и прочтите все, что вас интересует. Может быть, друзья, опять кому-то покажется, что я медленно говорю. Но я говорю по мере того, что я показываю на экране. Я хотела вообще вам включить музыку, чтобы вы сами смотрели. Но решила, что люди просят, чтобы я объясняла. Посмотрите, как мне нравится, что эти вот дверцы, они открываются в одну сторону. Обычно, вы знаете, да, что дверцы открываются так на распашку. Раз. С двумя руками две дверцы открываете. А здесь они в одну сторону открываются очень удобно. Мне понравилось. И мне понравилось вот это. То, что под мойкой там еще довольно много места. Очень замечательно можно что-то расположить. Вот эта кухня тоже для меня показалась интересной. Не знаю, друзья, как для вас. Ну и дальше я вам показываю немножко вот это Cooking Amazing. То есть, это показаны здесь конкретно варочные поверхности. Вот опять цены, видите. Эти плиты, комфорки. Разные, разных производителей. Как они выглядят, разные бренды. Вот и газовая тоже наверху. Варочная панель. Мне как-то нравилась газовая. Конечно, ее, мне кажется, использовать удобнее, чем электрическую. Именно варочную панель наверху. Газовая удобнее. Ну вот. А вот именно духовке мне хочется уже электрическую. Хотя сейчас я уже не против перейти и там, и там на электричество. Вот показываю вам опять встроенный холодильник. Посмотрите. 557 фунтов здесь написано. Но это без обшивки. Это дешевая модель. По-моему, Века называется. Если я не путаю. И еще вам обшивка будет порядка 350-380 фунтов. Вот и считайте. Это мраморная столешница. Неплохая. Сейчас покажу вам цены на материалы отдельно, на столешницы. Какие там выборы есть. Что там представляется. То есть, как говорится, друзья, любой каприз за ваши деньги. Вот. Красивая мне понравилась. Она, кстати, не каменная. Вот эта вот мойка. Она из пластика очень твердого. И вполне себе неплохая. Я 254 фунта опять показываю вам. Вот эти вот выдвижные полочки. Похожие на след ноги человека. Да? 254 фунта. Любой каприз за ваши деньги. А деньги немалые. Сколько мне насчитали, я вам даже стесняюсь сказать. Вот когда мы там с дизайнером сидели. Мы с ним сидели, друзья, вы не поверите, больше двух часов. Этот дизайнер, его звали Мат. Значит, он, по-моему, даже оказался более профессиональный. Я имею в виду, хотя бы он умел быстро и легко пользоваться вот этой вот компьютерной программой. Потому что остальные там даже не могли толком с программой разобраться. Ну, ладно, друзья, это уже издержки профессии, как говорится. И, по-моему, это уже не только в Англии. Это происходит везде по всему белу свету. Люди теряют свой профессионализм. Да и вообще работать как-то не очень уже хотят. Вот. Поколение пришло другое. Вот это последнюю кухню я вам показываю, друзья. Ну, и теперь мы смотрим фурнитуру. Это ручки такие всякие разные. Сразу хочу сказать, что ручки, вот, чем они тут так уж хороши? Самые обычные. Но вы знаете, что даже вот комплект ручек, вам за него придется выложить 100-150 фунтов только за ручки. Дальше я вам показываю, сколько стоят поверхности. Вот 1210. Самая дешевая цена вот этих вот поверхностей кухонных. Они есть матовые. И вот это вот глянцевая. Глянцевая стоит 1570. Уже дороже, вы видите, да? И вот вы выбираете, какая вам больше всего нравится. Вот 1720, потому что у нее уже ручки встроены внизу, видите, да? Вот опять 1570 цены. Показываю матовая, серая. 1800. Ну, смотрите сами, да? То есть вы понимаете, это стоит цена за поверхности из 8 секций кухонных. Ну, то есть считается, что 8 секций – это как раз вот такая вот средняя кухня. Если больше у вас получается, то вы должны заплатить еще и больше. Ну, вот так же точно они здесь и внизу показаны под столешницей, как они выглядят. Вот эти ручки, кстати, вполне себе даже неплохие. Но в стоимость эти ручки не входят. То есть все равно отдельно вы за них платите. Ну, и сейчас я вам показываю вот эти вот поверхности столешницы. 132 фунта, 204. Вот самая дешевая с желтенькой этикеточкой 75 фунтов. Это цена за одну такую поверхность столешницу размером 3 метра длиной и 64 сантиметра шириной. Это стандартные такие поверхности. Вот посмотрите, какие дорогущие 458. Это из массива дерева. Вот как раз сейчас очень модные. Ну, цены, разброс цен вы видите огромный, конечно. Конечно же, опять, не зависит от толщины. Я показываю, потому что здесь толщина такая же, но 204 уже подешевле. Вот это под мрамор. Совсем тоненькая. 132. Наверное, все-таки вот я на ней и остановлюсь. Но выбор цветов, скажу я вам, не очень-то и большой. А, это натуральный камень. Я вам показываю натуральный гранит. И это все под заказ, и это все очень дорого. Ну, и здесь вот стоят они отдельно, большие как раз листы. Они стоят отдельно, чтобы можно было посмотреть, как это выглядит. Я попыталась вам ее вытащить, показать, но это очень сложно. Мне мужчина вытаскивал, показывал. Вот именно сейчас на них скидки 75 фунтов. Это очень хорошая цена и самые дешевые. Ну, это ламинатная поверхность, как вы понимаете. Она вот так сзади выглядит, видите, да? Так, ну и я хочу вам рассказать все-таки, на чем же я остановилась своей кухней, дизайном своей кухни, да? И сколько мне это обошлось. Я имею в виду, на какую цену мы вышли, вот когда мы сидели очень долго здесь, решали. Я уже как могла снижала цену, но все равно получилось, невзирая ни на что, все равно у меня получилось 5000 фунтов стоят материалы, включая всю бытовую технику, конечно. И стоимость установки этой кухни, вы не поверите, стоит 6500 фунтов. То есть 5 и 6500, это получается 11500 фунтов. То есть, еще раз говорю, миллион сто пятьдесят тысяч рублей. Вообще, надо сказать, что я не ожидала, что это для меня будет так дорого. Дальше еще я покажу вам сейчас, что мы вышли практически на тот же самый дизайн. А почему так получается? Потому что моя кухня не предназначена именно как кухня. Это помещение было когда-то обычной комнатой или даже спальней. Ну вот, все это, понимаете, огромное количество окон в моей вот этой вот комнате, кухни. А также то, что они очень низко расположены, эти окна, не дают вообще никакой возможности, что-либо там нормальное мне сделать. А еще ужасная история с бойлером, который установлен не на той стене, на которой он должен был бы быть. Все это вместе, получается, выходит мне в копеечку. Ну и еще я должна также заплатить за переустановку нового пола. Вы сами прекрасно понимаете, если я все демонтирую старое, то еще и пол нужно тоже делать все по-новому. И такие огромные деньги, что-то мне кажется, загонять себя в ловушку в такую финансовую мне совсем не хочется. Я засомневалась, друзья. Я засомневалась, что-то, 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 что-то